Почему люди меняются, но ситуации повторяются? Все это напоминает какой-то бег по замкнутому кругу. Вы попадаете на один и тот же круг, потому что вы не учитесь на уроке. Когда вы начинаете менять сценарии, начинают меняться событийные ряды. Мир начинает по-другому взаимодействовать с вами. Почему мои реакции привели меня к тому, что этот сценарий у меня повторился? И пока вы не поймете сценарий, он будет повторяться снова и снова. Замечали ли вы, как одни и те же события в вашей жизни повторяются из раза в раз? Вы, может быть, задумывались о том, что почему люди меняются, но ситуации повторяются? Все те же самые ошибки, все те же самые отношения, все повторяется по кругу. Все это напоминает какой-то бег по замкнутому кругу, из которого вы никак не можете выбраться. Все дело в том, что ваша психика выбирает знакомые вам сценарии пути. И пока вы не поймете сценарий, он будет повторяться снова и снова. Меня зовут Роберт Аксузиан, я бизнес-эзотерик и психолог. В этом видео мы поговорим с вами, как вырваться из этой ловушки. Ранее я уже много рассказывал о том, что наша психика устроена достаточно сложно. И мы состоим из различных программ. А также наши части личности и психики, они достаточно многоуровневые. И благодаря этому мы, конечно, являемся сложными психологическими такими существами. Так вот, если же мы живем по принципам наших паттернов, наших программ, то стоит задуматься, какие триггеры вызывают в нас те или иные реакции. То есть, когда вы реагируете на какое-либо событие, которое произошло в вашей жизни, у вас есть уже заготовленная реакция вашим бессознателям. И то есть, вы как бы при каком-то событии, ну, например, вас не пригласили на праздник, и у вас уже есть заведомо реакция, которую вы будете испытывать на данное событие. Или же молодой человек не подарил вам цветов на первом свидании, у вас также будет уже заготовленная реакция. Кстати, напишите у кого какая, и посмотрите, что у вас будут отличаться ответы. На самом деле, мы все по-разному воспринимаем жизнь, воспринимаем реальность. И у нас у всех свои разные представления и программы. Исходя из этих программ, есть триггеры, которые на вас, как бы, вас где-то сбивают, забивают, заставляют вас где-то обидеться, где-то расстроиться, где-то заплакать, где-то радоваться, где-то смеяться, ну и так далее. То есть, у вас возникает масса каких-то эмоциональных процессов. И эти триггеры очень важно отслеживать, потому что вы попадаете на один и тот же круг, потому что вы не учитесь на уроке, на старом уроке, который у вас происходил уже в прошлом. На самом деле, у этого всего есть как эзотерический характер, потому что мы об эзотерическом характере уже разговаривали, о кармических связях, о том, что уроки повторяются из раза в раз, пока мы их не поймем. Но у этого есть и психологический, и материальный характер. Это когда события повторяются как сценарий, потому что наш мозг так привык, потому что мы привыкли реагировать определенным образом. И пока мы с вами не сможем реагировать иначе, у нас будет просто повторяться те или иные события, потому что мы просто это транслируем в мир, мы просто встречаем людей по тем болям, которые сами испытываем, и они нам это просто подсвечивают. Таким образом, мы из раза в раз, из раза в раз повторяем то же самое. Когда вы захотите все-таки изменить данный сценарий, все-таки что-то там в нем поменять, здесь вы можете подойти к этому вопросу через контринтуитивные действия. То есть начать реагировать абсолютно по-другому. То есть вместо того, чтобы, например, обычно вы бы отреагировали, если бы вас, не знаю, не поздравили с днем рождения, то вы бы, не знаю, расстроились. А вы возьмите и порадуйтесь. Или же вам сказали какую-то неприятную информацию о вас, а вы возьмите и скажите спасибо за комплимент. Ну то есть, условно говоря, сделайте так, как нелогично, странно и вообще, может быть, даже не в тему. То есть действия должны совершаться как бы наперекос этому событию, этим состоянием, этим явлением. То есть если бы обычно пошли бы, не знаю, с кулаками, а тут вы улыбнитесь мягко, пожелаете удачи человеку, идите дальше. То есть как бы сделайте эти действия, которые повлекут с собой совершенно другой сценарий. Когда вы начинаете менять сценарии, начинают меняться событийные ряды. То есть мир начинает по-другому взаимодействовать с вами. Вы как бы выходите из этой гонки, в которую вы попали в этом замкнутом круге. А выходите вы из этой гонки, когда вы ломаете стереотип, вы ломаете эту схему, в которой вы оказались. На самом деле, матрица, она любит нас удерживать в этих состояниях. И она смотрит, такая, ага, окей, ты вышел из этой ситуации, посмотрим, а вы войдёшь ли ты в другую. И опять нас за тобой наблюдают. То есть мы должны с вами понимать, что вопрос нашей внутренней осознанности очень важен. И поэтому сценарии могут повторяться. Если вы заметили, что вы снова оказались в сценарии, и этот сценарий снова стал повторяться, и что такое? Опачки, вот, это же сценарий. И он у меня повторился уже второй раз. Так, надо задуматься, а где я, что делаю не так? Почему мои реакции привели меня к тому, что этот сценарий у меня повторился? Другое дело, конечно, если сценарий позитивный, их можно оставить. Но если всё-таки сценарии негативного характера, и вам они не нравятся, то их нужно ломать. Ломать и переделывать под себя. То есть трансформировать их в нужную вам сторону. Просто начните реагировать на те или иные события по-другому. Просто противоположно, не как обычно. И тогда сценарий начинает ломаться. Для того, чтобы что-то изменить, это необходимо сначала увидеть, а потом описать. То есть увидеть и описать сценарий. Когда мы увидели сценарий внутри себя, то есть что у нас повторяется вот это событие. Далее мы его описываем. Мы описываем этот сценарий, как он повторяется. Например, в вашей жизни может повторяться сценарий, например, с одними и теми же мужчинами. С какой-то неприятной для вас привычкой, которая у него повторяется. И каждый раз одно и то же. И вы понимаете, ага, значит, вот опять новый мужчина, опять пьет, опять является абьюзером или что-то в этом духе. То есть вы это увидели. Дальше вы описываете. То есть он является абьюзером, пьет, ведет себя так-то. Это создает мне такие-то ощущения, такие-то эмоциональные качели. Я чувствую себя так-то. То есть вы описываете свои эмоции, свои ощущения внутри этой картинки. Почему очень важно увидеть и описать сценарий? И как это выглядит? То есть смотрите, если, например, переложим это на системы, чтобы описать систему, нужно выйти за пределы своей системы, для того, чтобы ее увидеть со стороны. И, условно говоря, диссоциироваться от своей проблемы и посмотреть на нее со стороны. Но если вы хотите ее изменить, необходимо войти внутрь системы, чтобы поменять ее. Потому что будучи внутри системы, вы способны менять систему. Будучи снаружи, вы можете ее описать. Поэтому мы диссоциируемся от своего сценария, смотрим на себя со стороны, как бы смотрим, о, а что я там делаю в этих отношениях? Ах, как я себя там чувствую, как я себя там веду? То есть вы описываете это со стороны. Но когда вам необходимо что-то видоизменять, вы заходите внутрь и обратно в этот сценарий. Вторым шагом мы вытаскиваем свои эмоции и трансформируем их. Разумеется, в процессе у вас возникнут различные эмоции. Как правило, более негативные все же. Если мы хотим какой-то сценарий менять, то сценарий, как правило, приносит нам что-то негативное. Мы после того, как описали с вами эти эмоции, состояние, которое мы испытываем внутри этого сценария, положите себе эту эмоцию на ладошку. И прям увидите ее, какого она цвета, формы, какой сгусток, или это может быть дым, что это. То есть обратите на это внимание, посмотрите, повизуализируйте. Далее, скажите себе, что вы готовы трансформировать эту эмоцию, то есть дать ей другой заряд, более позитивный. Таким образом, можете представить, как проточная вода протекает сквозь эту эмоцию, сквозь этот сгусток. Либо, например, он прожигается огнем, либо, я не знаю, силы воздуха его сжигают, неважно. То есть создайте тот образ, который вам будет более подходящий. После того, как вы увидели, как эта эмоция очистилась, с нее снялся негативный заряд, вы забираете ее обратно, весь этот эмоций, это часть вас. И она выполняет свою функцию. И в этом нет ничего негативного, то есть она выполняет свою функцию для вашего здравия, для вашего счастья. Просто она заряжена сейчас негативным сценарием, который вам несет не самые позитивные моменты. Поэтому вы перекодируете ее и забираете обратно. Что важно, изменение этой эмоциональной составляющей либо полностью разрушает сценарий, либо очень мощно его ослабевает. И тем самым напряжение этого сценария уходит из жизни. И третий шаг – это осознанно меняйте свое поведение. То есть после того, как мы уже с вами увидели, осознали сценарий, сняли его напряжение, осознанно мы выходим из этого сценария и переставим действовать согласно данному сценарию. Также вы можете повторить второй пункт несколько раз для того, чтобы усилить действие, если у вас возникла какая-то проблема, если чувствуете, что сценарий полностью не нейтрализован. Но так или иначе, действия в материальной действительности необходимы делать третьим шагом, когда вы осознанно перестаете выбирать данный сценарий. Вы заявляете себе, что я больше не выбираю данного сценария, начинаю действовать иначе. И таким образом вы постепенно выходите из этого сценарного ряда, и он в вашей жизни, скорее всего, больше не повторится. Для более глубокого понимания, сценарий – это набор действий, действий, которые вы совершаете. Поэтому вы меняете ваши действия, таким образом меняется ваш сценарий. То есть те действия, которые вы совершаете на какой-то более длинной линии. Эти действия помогут вам выйти за пределы ваших привычных реакций и закрепить более полезные модели поведения. В начале ролика я уже рассказывал о том, что все это – контринтуитивные действия для того, чтобы изменить свой жизненный сценарий. А на данную тему я уже записывал достаточно большой ролик, поэтому обязательно к просмотру для более глубинного понимания данного вопроса. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, и увидимся с вами в следующем видео. Продолжение следует...